А сейчас, собственно, к интриге, интриге новой нашего телевидения, проект, который, ну, мне кажется, он стартует, он, конечно, продолжается, потому что мы много отправляем специалистов в разные страны, чтобы делиться своими впечатлениями, но отрадно мне сообщить вам, что это будут именно сотрудники студии, вами горячо любимые и знаемые, да, собственно, чего о них рассказывать. Смотрите и слушайте их. Уважаемые коллеги, завидую вам и вашему проекту, ну, надеюсь, что все мы там будем. Однозначно, рано или поздно это случится. Приветствуем вас в нашей студии. Меня зовут, по-прежнему зовут Максим Шкилев и Юлечка. Так, еще раз сроков дня. Шановні, давно мы с вами не витались, думаю, я точно уже давно не была в эфире у вас. Максим, здається, ну, так. Бывал, на прошлой неделе выходил. Ага, ну, добре. Я давно с вами не виталась, очень рада вас видеть. Меня також, как и раньше звали Юлія, прозвище моё Валько. Мы с Максимом сейчас расскажем про то, куда мы едем, почему мы туда едем, ну и, мабуть, трошки, чем у вас застроено. Да, собственно, самая концепция, уважаемые зрители, что мы делаем. Ну, зачастую, вот мы выходим из этой студии, что-то рассказываем, что-то показываем, приглашаем сюда гостей и делаем прямые включения из различных городов, стран, для того, чтобы вам рассказать о самых интересных вещах, которые происходят там сейчас за границей. А пробовали и сделали, у нас хорошо получилось. Месяц назад у нас был переезд. Мы переехали полностью в Грецию всей студии и в течение недели делали оттуда прямые включения. А сейчас, в продолжении того, что мы делаем, едет группа сотрудников сети Агентств Горящих Путёвых, ну и мы, соответственно, вместе с ними, для того, чтобы... Чтобы там не залышилось. Вот, для того, чтобы делать прямые репортажи прямо оттуда. То есть мы будем там снимать видео, мы берем с собой аппаратуру, я расскажу о ней чуть позже, потому что у меня есть такая специальная роль в ходе всей поездки. Итак, мы едем в Париж. Называется все это действие мини-турдом в Париже. Турдом – это наше традиционное мероприятие, такой туристический дом. Это когда сотрудники сети выезжают в какую-то страну. И, конечно, я сейчас на свою звучность с другими словами, то это, правда, туристический дом, где мы проводим много интересных вещей, много времени с нашими коллегами. С дурдомом ничего спільного нет. Ну, иногда. Да, иногда бывает похожий на дурдом. Но основная здесь штука, почему мини-турдом? Потому что едет 20 сотрудников сети агентств горящих путевок. И какой у нас будет маршрут? То есть это вообще стандартный маршрут компании «Фиерия». Называется «Экспресс в Париж». Начинается он в городе Львове. Мы 9 числа, то есть в это воскресенье, рано-рано утром, в 6.30 утра, выезжаем с города Львова на комфортабельном, как пишут всегда, на комфортабельном автобусе. Подивимось. На своей шкуре все попробуем. Какие же автобусы комфортабельные? Как можно проводить тиждень в автобусе? Вот, соответственно, маршрут, который у нас будет, это Вроцлав, Франкфурт на Майне, Рейнс и потом, собственно, Париж. Основная точка, куда мы добираемся. В Париже мы проведем 2 дня. В остальных городах мы будем... Как 2? Больше? Хіба 2? Ну, мы приезжаем вечером. Мы 2 ночи проводим в Париж, и загалом выходит майже 4 дни, потому что мы зранку приезжаем, в день. Ну, по-моему, потому что в Туре было великими такими литрами, точно памятаю, написано 4 дни в Париже. Ну, в цьому той смак, что мы едем на 4 дни в Париж. А вот, по сути, что мы там будем делать, мы... Одна из наших основных целей, это убедиться в том, что то, что пишет туристический оператор на своем сайте в описании тура, совпадает, собственно, с тем, что вы, уважаемые зрители, можете почувствовать в ходе самой такой поездки. Итак, мы едем вот 4 города туда, и потом в обратную сторону мы возвращаемся, но мы в обратную сторону не будем посещать Дрезден, то есть мы его только по пути туда посетим. Итак, у нас 5 городов, Вроцлав, Франкфурт, Дрезден, Реймс, Париж в одну сторону. Три країни за тиждень. Да, да. И, соответственно, вот заявлено от 6 до 9 часов в автобусе. Получается, утром мы садимся в автобус, едем, доезжаем до какой-то точки. У нас экскурсионная программа, потом переезд в другую точку, опять экскурсия и потом поселение в отель. Каждую ночь мы будем ночевать в разных отелях. Это особенность этого тура, то есть ночных переездов в этом туре нет. Исходно он стоит в районе 300 евро, насколько я помню. И вот моя роль в этом случае будет такого человека, который внимателен к деталям. Инспектора. Да, то есть начиная от вот тех заявленных вещей, которые там есть, от переезда автобуса. Конфертабельности автобуса, до речи. Да, наличие там, вот то, что мы сейчас выясняем, допустим, в некоторых автобусах нет. В некоторых автобусах есть электрические розетки, да. Но с собой мы, я беру аппаратуру, то есть я беру инвертор для того, чтобы подключить в автобусе и получить 220 розетки. Вибачу, я хочу сделать дополнение, чтобы было возможно, потому что ты у нас завжди, Максим специализуется в нашей компании тем, что он завжди очень четко конкретно рассказывает с приводу любой темы. И он у нас завжди прописывает инструкции. Поэтому, само по себе было выявлено, что в этой поездке была выделена роль человека, которая будет давать инструкции для туристов, для вас, чтобы вам было понятно. Я так понимаю, начиная с сбора вализы, начиная собирающаяся речи, что нужно, что не нужно, ну и далее. И вот, как вы видите, любая розповедь сводится до инструкции, что конкретно, с назвами по пунктам. Поэтому Максим чудово впорается с этой ролью, и вообще, я думаю, что когда мы приедем, и даже в тот момент, когда мы будем за кордоном, будем намагаться с вами связываться в онлайне, напевно, вы будете чути конкретные инструкции. Я понимаю, что для хлопчиков это очень актуально, они не любят води ризною, им очень нужна такая вижимка конкретная. Ну и другим девчаткам також разумею, ну взагалі, может быть, и каждой человеке зрозумелее, когда ей конкретно что-то рассказывают. Но девчата еще любят эмоции, любят что-то такое... Такие фентифлюшки, там, вот, виды и так далее. Да, я думаю, что Максим, про фентифлюшки вам не расскажите, про это, может быть, для этого я дуя для того, чтобы рассказать вам про фентифлюшки, рассказать про то, как впливает погода на стан, на настрой або еще не что-то. То есть все, что касается эмоций, впечатлений, удивлений, радости або печали. Тем не менее, я понимаю, что погода нам обещает дощи, 10 градусов и такой, майже весь час дощи, поэтому нужно будет намагаться, чтобы нас тримать на высшем уровне. Но все-таки мы идем до Парижа, поэтому я думаю, что все нам сдастся и эмоции я вам передам. А Максим, вы больше этого перебыли, продолжу с инструкцией. Я как раз выясню то, что добраться до Парижа и не умереть. Да, вот, чтобы первое, начиная, как Юля правильно сказала, от сбора вещей. Я уже не помню, когда я последний раз ездил в автобусный тур, поэтому я вот как с нуля. То есть я представил, какие мне вещи нужны будут в течение всей поездки. И у меня есть гипотеза, которую я расскажу, вот что нужно с собой обязательно собрать, когда ты едешь вот в такую поездку, автобусная поездка в Европу на 7 дней. Какие вещи я планирую брать, что для чего, с какой целью. И потом по ходу действия я буду отмечать, вот это было использовано, это пригодилось, а это я зря повез, ну и так далее, и так далее. И различные так называемые лайфхаки. Лайфхак это какое-то решение, может быть необычное решение, как можно использовать ту или иную вещь по своему предназначению. Или наоборот взять одну какую-то вещь, которая заменит 3-4 приспособления, которые могут понадобиться. Ну и так далее. Вот это первая инструкция, которую собрать. Камеру листки не забывайте. А так в принципе... Да, по поводу камер, вот смотрите какая разница. Если показать, вот это устройство, которое я беру с собой. Здесь у меня экшн-камера, соответственно штатив и специальный держатель и мобильный телефон, который тоже используется в формате видеокамеры. Все это у меня выступает и как в роли так называемого монопода. То есть я могу, держа на руке, делать какую-то видеосъемку. Кроме этого, я могу поставить его, собственно, сделать как штатив и использовать уже для стационарной съемки, рассказывая вам о том или ином информации, делясь впечатлениями. У меня тоже есть эмоции, будут тоже впечатления. Которые эмоции у кого будут большие эмоции. Да, плюс я постараюсь это записать в качественном звуке и поэтому взял с собой еще и диктофон. Да, вот приблизительно это только часть оборудования, которую я беру с собой. Ну и, соответственно, у Юли. Так, что это за дискриминация? Вот набор, покажи, пожалуйста. Вот такой гламурный, заметьте. Можевенький монопод. Ну, взагалі, серед багатьох наших коллег, які вже трошки впадають в цю тему, телезъемок, зъемок каких-то відеоблогів, відеосюжетів, які потім все передаються для вас, щоб вам було зручно користуватись інформацією, взагалі в народі це називається палка. Ну, много хто називає це палкою, тому модное слово монопод, ну, те, як воно називається насправді, використовують не всі. Такая чудова палка, вона рожева, я ненавиджу рожевий колір, але тем не менее, яка дісталась. І, знову ж таки, камера. Камера GoPro, я так розумію, Максим, як у мене, так и у него, тому що зараз це, мабуть, найпопулярніший, найзручніший спосіб для зйомки. Ну, і найкомпактніший. Я вважаю, що я правда розуміюю. Замечання, у Йоли, действительно, GoPro, Black Edition, 3-я модель, то есть GoPro, 3 Plus, Black Edition, а у мене китайський вариант GoPro, называется Wi-Fi Cam, і ми зможемо сравнити і по качеству видео, і по удобству іспользовання ці устройства. Різниця в ціні, по-моєму, десь в 10 рази. В 3, в 3 рази. Сказала, що 10 тисяч. А, да, це стоїть 6600, це стоїть 1200, це, виходить, ну, більше, в 5 разів десь. Так, почти в 6 разів. Різниця постійності. Тому ми вам ще скажемо, чи є сенс, ну, мабуть, є сенс купувати таку професійну камеру. Але, якщо ви… Вічний спор, що брати, айфон или удобний самсунг? Ну, ось так. Я скажу, як воно… Десь ось приблизно отак я буду кривлятися і розповідати вам, чи мені щось подобається, чи не подобається. Як робити? Ага, мені розповідали секрет, що треба якось тримати… Ось. Ну, так, здається, не хитається. Тому що, взагалі, я так розумію, що можна таке море показати, що вас всіх захитає через 5 секунд. Ну, ось в цьому і проблема, що треба мати певні навички, треба мати певний хвіст, мабуть. Я не знаю, чи є в мене цей хвіст, в мене точно ще немає ніяких навичок. Буду пробувати спочатку валізи вдома, ну, і щось в мене вийде. Я сподіваюся, що навіть якщо вийде якесь море качання з кривляннями, все одно ми вам це покажемо, щоб ви знали, як робити не треба. Ага. Ну, і крім цього, ми плануємо, от, ще одна річ. Ми вже планируємо відходити в прямой ефір. Собственно, розказати вам, якщо у нас получится, розказати всі перипетії добычі інтернету, підключення к інтернету з различних вариантов, там, із кафе, де-то на вулиці. Или обязательно попробую взяти карточку мобильной связи і розказати вам, возможно ли по пути в дорогі взяти щось недорогое для того, щоб связатися со своїми родними і близкими по тому же скайпу і ділитися впечатлениями. Или все ж стоит об цьому забыть і пользоваться… Тиждень насолоджуватися з тим, що ти у відпустці, наприклад. Ну, ось цим, кажеться, не вийде насолоджуватися. Чому? Потому, що все-таки це буде робоча для нас поїздка. Ну, ми не у відпустці. В плані того, що туристи, щоб забули про інтернет, і насолоджувалися тим, що вони відпустці. Більше до них переносимо. Ми нам, я не знаю взагалі, як каже Максим, вже у нього великий досвід поїздок, що сонце для слабаків. Оце я просто розумію, що нас приблизно те, що саме чекає. Судячи з нашого графіка, ще якихось тренінгів, спілкувань з колегами, взагалі розуміють те, що ти знаходишся в Парижі. Я думаю, що спати буде дуже хотітись, але нема коли. Ну, подивимось, що з того вийде. Загалом, як ми вже сказали, ми плануємо виходити, звичайно, в онлайн, будем шукати, ну, можливість Максиму. Це більше то, що він більше в цьому розуміє. Я дівчинка, я не розумію. Я можу лише, нажали, натиснути на кнопочку в скайпі. І тоді в мене все гарно виходить. Все, що стосується інших девайсів, підключення, відключення, щось зробить, нані з цим важко. Тому я розумію, що я така не одна дівчинка в Україні. Мабуть, багато дівчинок, ну, мабуть, і хлопчики такі, не знаю. Але, тим не менше, щоб ви, шановні дівчата, розуміли, що не пропадете, завжди можна знайти хлопчика, який щось розуміє, наприклад, як я. Або можна звернутися до кого вам завжди щось підкажуть. Ну, або ось якось я буду викручуватись. Смотріть Бомбарбіо ТВ і... І ми вам будемо розказувати в реаліті шоу такому собі. Ну, ми постараємося, щоб це було якомога реальніше все. Ну, реальніше воно і буде, заспані очі. Але там таке. Будемо вам розповідати, як зв'язуватися, як виходити на зв'язок, як взагалі якісь фішки. Тому що у нас, ще хочу зауважити, що у нас є зараз чудово знайома, познайомилися місяць тому на виставці, яка є представником компанії, приймаючи сторони у Франції, в Парижі працює, наша колега. І ми з нею зв'язуємося по скайпу, вона вже у нас була в ефірі, і, до речі, ви дивились, вона розповідала про те, де можна недорого поїсти в Парижі, які є секрети перебування там, відвідування інших і різних екскурсій, тобто якісь такі секрети, як, ну, загалом це Європа, багато грошей, зараз з курсом Євро це взагалі страшно уявляється собі, але все ж таки відпочивати хочеться, хочеться бачити нові країни, хочеться бачити щось цікаве. І ми завжди на нашому телебаченні доносимо вам, що це недорого. І як це зробити недорого, ми також вам будемо розповідати в своїх прямих зв'язках, а також так названих, як розумію, в відеоблогах, тому що ми плануємо кожен своє знімати оці кривляння з палкою, і я це буду називати так, а Максим буде знімати для вас професійні інструкції того, як користуватися чим-небудь, або як щось десь шукати. Ну, будемо дивитися, як в нього це буде. Ну, як пример, ми з Юлією, глядя на програму тура, розуміємо, де там обеди, ужини, якісь екскурсії доповнительні, ті місця, які ми хотіли би вам, уважаємі зрителі, показати. Понятно, що частина речі не стоїть грошей, там, безплатні якісь екскурсії чи то, що вже включено в програму, ну, і платні речі. Ми прикинули, що где-то 200 євро на чоловіка в середньому понадобиться доповнительно на цю поїздку. З собою взяти, для того, щоб ви могли там свободно поїсти, і, ну, ще вистачить на деякі сувеніри. Ну, і на екскурсії. Деякі екскурсії, так. Версаль ми планируємо посетити, пару замків, собори, які, собственно, входять в програму. Программа устроена следующим образом, що практично все екскурсії базові, коли ти приїжджаєш в місці, екскурсії на 1,5 часа, це вже включено в програму, т.е. це не треба оплачувати. В отличие от других предложений операторів, коли, собственно, оплачивається только переїзд, проживання в отеле і завтраки. Все остальное, то есть, чем дешевле тур, такой маленький лайфхак, обращайте внимание, чем дешевле тур, а туры зачастую похожи между собой, потому что города не меняются, локации не меняются, едешь же плюс-минус по одному. Гостиницы тоже плюс-минус одинаковые, но бывает разница в стоимости в два раза. Так вот, как раз эти два раза вам зачастую могут выйти гораздо дороже. То есть, вы берете, если вот мы сравниваем экскурсию за 200 евро или 300 евро. За та, которая 300 евро, по заявленному, да, включает в себя столько экскурсий, уже оплаченных, что это гораздо больше, чем вот эта разница в 100 евро. А вот так ли это, не так, можно ли где-то там получить ту же самую экскурсию, привязавшись к кому-то хвостиком бесплатно и так далее. Мы попробуем это делать, вот, и будем вам однозначно рассказывать, получилось, не получилось, и как это, собственно, у нас вышло. Поэтому те люди, которые готовы потратить на поездку в Европу, там полторы-две тысячи евро, это не для вас. Совершенно не для вас, это для тех людей, которые хотят… Да, ну там собі винеймутся в отеле, будешь в ньому тиждень жити, або переезжать, винеймутся автомобиль и будут с ним ездить. Тобто люди з різным достатком. Так, а мы зараз будем на собі на своїй шкурі перевіряти, починаючи з поезда до Києва, до Львова, ну, и далі дорогами перевіряти, как много студентов ездить. Насколько я знаю, автобусные тури очень популярны, ну, и у різные часы, независимо от ситуации в стране. Это недорого, это цикаво, потому что можно увидеть за короткий промежок много стран, много мест, получить большинство впечатлений, сделать много фотографий. Это так, как было заявлено ранее, и мы завжди в этом привозим, что мы привозим с собой тонны фотографий, которые можно где-то потом использовать. Но сейчас мы вам покажем, что можно делать не только фотографии, а и снимать видео. И это намного интереснее, потому что это динамично, это додает эмоции, додает вообще понимание того, что где ты находишься, почему у тебя такие заплетенные очи, и что в тебе на заднем фоне. Ну, я думаю, что мы будем докладывать максимум усилий, чтобы показать вам Париж, не только Париж, а те места, в которых мы будем, пять мест, как я назначил Максим, выбегать на две годы и забегать снова до автобуса. Но эти две годы наша задача показать вам максимум всего, что мы можем узнать. Поэтому следуйте, пожалуйста, за нашим Бомбарбея ТВ, следуйте за нами в прямом эфире, когда мы будем стукатись в скайпе, и скоро у нас есть пять минут интернету. И когда мы повернемся, звичайно, мы тут уже будем таки очень счастливы, очень счастливы, от того, что мы были в Париж, от того, что мы увидели, много интересного. А Максим будет с списками, с инструкцией, того, что надо делать, не надо делать. А я вам расскажу, как я с твоей палкой справилась, и, мабуть, покажу на видео, что в меня вышло. Поэтому вам очень благодарна, и здорово вам оставаться. А мы пошли собирать вещи. Все. Пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok